Продолжаем программу 7 дней. Обмен покупками одним кликом, доставка цветов из любого магазина, подогрев чайников с махом руки. Звучит как что-то из будущего, но прототипы уже есть. На прошлой неделе в Казани завершилась российская неделя стартапов. Это масштабное событие в сфере IT, которое объединило начинающих предпринимателей и представителей среднего и крупного IT-бизнеса со всей страны. Специалисты прокачивали свои навыки и находили единомышленников и инвесторов. Казань тем временем уже стала столицей информационных технологий. Сотни стартаперов со всей страны приезжают каждый год именно сюда. Как признаются разработчики, именно здесь самые щедрые инвесторы и самая большая возможность реализовать проект в жизнь. Как пройти путь от задумки до прорыва, создать новый рынок с нуля и при этом остаться на плаву, Диляра Ясупова расскажет на реальных примерах. Ох уж это модное слово «стартап». Эти люди собираются во всех IT-парках страны, и когда ты приходишь, что называется, поглазеть, сделать этого не удастся. Большинство стартапов в современном мире умещаются просто на экран телефона. Люди вот создают объявления. Здесь есть и детские валенки, и автомобили, и мобильные телефоны, и планшеты, и так далее. У нас есть умная лента, где человек просто ставит лайк. Если получается матч, то можно с ним договориться, уже открыть чат и договориться о встрече. В приложении для быстрого обмена вещами автор стартапа Камиль Исрафилов уже получил предложение об инвестировании. Говорит, не надо гоняться уже за известными конкурентами. Важно создать свое и двигаться медленно. В сказки про успешный успех не верят, а вот в креатив почему нет? На сцену он так и выходил с манекеном в костюме-коробке, чтобы привлечь внимание к теме осознанного потребления. Очень часто в коробках хранятся вещи, которыми мы не пользуемся, но они зачастую могут быть полезны другим людям. То есть наша миссия – это дать жизнь новым вещам и задуматься всем людям, открыть эту коробку и посмотреть. Миллион рублей от инвестора на проект получил и Булат Вахитов. У него маркетплейс по доставке цветов. Правда, его история даже не стартапа, а бизнеса, началась много лет назад. Именно этот рассказ и привел Булата к победе на конкурсе. История моего проекта началась 11 лет назад. То есть мы с женой шли по улице и думали, что пора уже открывать свой бизнес. И просто она пальцем показала на ларек цветочный и сказала, ну давай хотя бы цветы откроем. И на следующий день мы открыли маленький цветочный ларек. Вот с этого началось 11 лет назад. Потом это превратилось в сеть из пяти магазинов в разных городах. Потом это превратилось в сеть франшизную. Мы достигли около 50 точек по франшизе, по России. И сейчас третья итерация. Год назад мы превратились в маркетплейс. Основная правда, которую доносят и здесь, ничего за просто так. Ты не проснешься миллионером однажды утром. Мало просто придумать. Важно реализовать. Важно найти того, кто реализовывает. И попытаться его убедить. Всему этому учат на российской неделе стартапов. За три минуты рассказать про свой проект так, чтобы человек нарисовал в голове картину будущего классного. И зашел в этот проект. Захотел войти в этот проект. Сразу, за три минуты. Я вот сейчас могу вам рассказать за три минуты про свой проект. И вы захотите мне дать денег. Мне их нет. Если бы вы были инвестором. А я могу вам что-нибудь рассказать, чтобы вы захотели мне дать денег. Нет? Да. Вот этому учат как раз на инвестпитче. Они должны найти так называемый продукт маркетфит. То есть уже непосредственно найти свою нишу, своего потребителя. Понять, кто их главные конкуренты. И вот здесь уже начинать биться за своего клиента. И в этот момент приходим мы. Мы говорим, возьмите наши деньги, пожалуйста. Да, давайте делать это дальше вместе. В 2023 году проинвестировано несколько миллиардов рублей. Было подано 75 заявок. Адвор прошли 25 стартапов, получивших возможность презентовать свои проекты 30 инвесторам и экспертам из Атарстана, Москвы и Санкт-Петербурга. Не зря Казань уже назвали столицей информационных технологий. В следующем году российская неделя стартапов будет приурочена к Бриксу. Успешные IT-компании вырастают из успешных стартапов. А стартапы из массы идей, гипотез, питчей, тест-вертий и раундов. В этом году отдельно запустили трек железячных стартапов. Создали условия для их появления и развития. Именно в Татарстане впервые была открыта лаборатория бизнес-инкубатора. Точка притяжения для стартап-проектов по Волжье. Количество тех, кто приезжает в Казань научиться, за год выросло в два раза. В этом году стало 400 миллионеров в Татарстане. Даже более 400 миллионеров, которые получили грант на миллион. Понятно, что есть какая-то определенная конверсия, что не все выживут стартап-проекты. Но это огромный драйвер. Молодежь, которая генерирует идеи, которая понимает тренды мировые, у них есть возможность делать стартапы, становиться предпринимателями. Насколько активно в нашей стране внедряются передовые технологии, зависят качественные изменения фактически во всех сферах жизни. Уже сейчас система искусственного интеллекта используется в медицине и промышленности. Цифровизация государственного управления дает возможность слышать голос каждого человека. А начинается все здесь, с простых идей, с первых шагов. Данная площадка с каждым годом будет только масштабироваться и объединять еще больше инвесторов, еще больше крупного бизнеса и наших стартапов, для того, чтобы они могли как можно больше продвигать свои продукты. Наша одна из задач на 2023-2024 год стояла, чтобы было так, что называли Казань столицей стартапов. И мы к этому стремимся. Я думаю, что в 2024 году любой, кого спросят на улице, скажет, что столица стартапов – это Казань. 2024 год Ираис Сатарстана объявил годом научно-технологического развития. Одна из задач – выстроить систему отношений между технологическими стартапами и крупным бизнесом, которая должна работать сама, без помощи административного ресурса. Все это должно улучшить инвестиционный климат страны. Сегодняшние реалии – таковы. Качества знаний преобразуются в экономику и становятся главным ресурсом, в который нужно инвестировать. Диляра Исупова, Андрей Ключников, Роман Безменов, 7 дней.